20 лет назад в Санкт-Петербурге на территории областной больницы заложили церковь, иконы Божьей Матери Державные. Здесь несут молитвенное, медицинское, социальное и духовно-просветительское служение. Накануне храм отмечал престольное торжество. Божественную литургию совершили митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий и епископ Амурский Чикдамынский Николай. Вот он, корабль веры, храм Державной иконы Божьей Матери. Возвышается над областной больницей, как флагман окормляет целый район. В храм притекают за исцелением души и тела, зная, что Божья Матерь услышит все молитвы. К образу Божьей Матери Державная всегда приходит много людей попросить помощи Богородице и укрепиться. В престольный праздник люди стояли на улице, чтобы помолиться за праздничным богослужением. Митрополит Варсонофий в проповеди вспомнил, что сама предчистая дева взяла бразды правления, когда отрекся от престола в пользу брата, государь, император Николай II. Владыка призвал молящихся не быть наблюдателями со стороны в духовной жизни, а взять свой крест и нести его до конца. Какой крест, праведника или кающегося грешника, зависит от нас. Мы верующим крест все-таки легче нести. Мы несем его как бы на двух крылах. С верой и надеждой. Он нам полегче. Поэтому мы счастливы люди еще, что мы можем нести вот так, с такой надеждой крест, что Господь нас на этом кресте помилует. Ну, конечно, Господь нам две руки дал. Одной рукой мы свой крест несем, а другая рука, чтобы свободной не была у нас, мы должны помогать нести крест нашим ближним. Вот уже более 15 лет при храме действует служба милосердия. Красный, синий, желтый кресты – целая иерархия выстроена на приходе. Красный крест и синий крест – это направление служения сестер милосердия, которые существовали до революции. В приходе это первое служение, так скажем, людям, ближним. Возникло оно по благословению нашего настоятеля и духовника, сестричного отца Сергия Филимонова, который тоже врач. Мы сейчас, он доктор наук уже, тогда был просто молодым доктором. И он нас объединил в этом служении болящем. Это служение, собственно говоря, Христу, но через тех, кого Господь посылает. Начинали мы служить в больнице. Затем присоединилось к этому служению еще служение синего креста. Это помощь детям в детском доме, в приюте. И это целое направление теперь. Сестры Желтого Креста служат в приходе на дому, помогают своим подопечным подойти к чаше, приехать в храм, уехать из храма или дойти, уйти. Вот так дома помогают по хозяйству. Прихожане очень серьезно подходят к этому служению. Проходят обучение как духовное, так и профильное. Нужно отметить, что приход очень дружный. С большой любовью и уважением здесь отзываются о своем настоятеле. Очень благодарна нашему настоятелю, отцу Сергию Филимонову, за то, что он не только каждому дает свое внимание и именно направляет идти по этому пути возрождения себя, а потом уже России, нашей страны. Каждая проповедь Батюшки на воскресной литургии, она столько в нас духа, столько вдохновления нам дает, что мы понимаем цель своей жизни. Вот даже сами, не идя, так сказать, шатко, мы понимаем, что наш шаг с каждым разом должен быть тверже-тверже. От нас очень многое зависит. Редактор субтитров А.Семкин